Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В последние дни в наших западных СМИ постоянно повторяются одни и те же сообщения о том, что Россия сознательно ведёт к провалу переговоры с Украиной по газу и хочет перекрыть подачу газа. И всё это на фоне суеты, связанной с чемпионатом мира по футболу. Такая позиция России является якобы частью её агрессивной политики экспансии. В этой передаче мы хотели бы рассмотреть такие высказывания критически. Коротко из истории. Согласно договору о поставке газа между Россией и Украиной, в 2009 году было принято соглашение о цене газа на 10 лет в размере 485 долларов за 1000 кубических метров. Этот договор в своё время подписывал и нынешний министр энергетики Украины. В этом и прошлом году Украина, хотя и получала газ, однако ничего за него не платила. Поэтому в настоящее время она должна России почти 3,3 миллиарда евро. В недавних раундах переговоров по газу между Россией и Украиной, а также с ЕС в качестве посредника, Россия предложила Украине щедрую скидку в размере 100 долларов за 1000 кубических метров. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, Россия была гибкой и чрезвычайно предупредительной в переговорах с Украиной, но это не было взаимно. Украина требует ещё большего компромисса. Она готова оплачивать только 326 долларов за 1000 кубических метров, да и эта цена, по мнению Украины, завышена. Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер, который выступал в качестве посредника в переговорах, не может понять позицию Киева, как выразился перед журналистами глава «Газпрома» Алексей Миллер. По мнению Эттингера, долги за газ должны быть непременно погашены. Билл Дорек, американский правозащитник, в одном интервью выразил свою оценку газового кризиса так. Я подозреваю, что определённые круги в США подстрекают киевское правительство, чтобы оно не приняло абсолютно приемлемую цену за газ. Тем самым пытаются ещё больше обострить конфликт между Украиной и Россией. США преследуют те же цели, как когда-то в Ираке. Это монополия на мировом энергетическом рынке. Уважаемые зрители, формируйте своё собственное мнение, кто же действительно срывает переговоры по газу и вынуждает Россию перекрыть его подачу. Доброго вечера. Спасибо. 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 Спасибо.